Приветствую вас, и ситуация, в которой вы оказались, она на самом деле не дилемма. Она олицетворяет конфликт интересов ваших и конфликт интересов вашей мамы. Дело в том, что ваша мама, будучи человеком публичным, как вы написали, отвела для вас определенную роль, которую вы, по ее мнению, должны играть. По ее мнению, вы должны были выучиться, надежно работать и быть той, кем ваша мама хотела вас видеть. И она у вас, судя по всему, довольно-таки такая властная, авторитарная женщина и не привыкла, когда что-то не по ее, то есть, что-то против ее возника происходит. Ей это, естественно, очень не нравится. Так вот, понимаете, вы уже достаточно взрослый человек, чтобы самостоятельно решать, что вам делать, и куда вам идти, куда двигаться, куда стряхниться и так далее. Вот вы почему ребенка оставили, а вы захотите его. Вы почему считаете, что переоценили себя? Потому-то, наверное, думаете, что замахнулись на то, что не потянется. То есть, вуз, там, работа и так далее. Вы на все это не потянете. Почему так произошло, разбираться сейчас, думаю, смысла нет. Это и это есть факт, принятие вам решения, что вы оставляете ребенка, что вы не потянете вуз, и что у вас есть молодой человек. Именно так складывается ваша жизнь. То, что маме не нравится, безусловно, очень ощутимо. Но ведь ваша мама, по сути, хочет, чтобы вы стали ее продолжением. Она, очевидно, воспитывает вас по своему образу и подобию. То есть, так, как она считает лучше всего, не особо считаясь вашими интересами. И это работало на определенном этапе. А потом кристаллы. Потому что у вас появились свои личные желания, свои личные качества. И вы стали, собственно говоря, социальным индивидом. То есть, таким же равнобранным членом общества, как и ваша мама. Вы стали равны ей. Но ваша мама этого не понимает. Она этого не признает. Потому что вы для нее ребенок. Ориентироваться на то, что говорит ваша мама. Делать то, как говорит ваша мама, означает ей подчиняться. Это, так или иначе, приносит в жертву ваши интересы, ваше желание, ваше стремление. Например, вы согласитесь учиться на той профессии, на ту профессию, которую вы выбрали. Против своей волны. Принесет она вам радость? Вряд ли. Будете ли вы учиться хорошо? Вряд ли. Почему? Потому что против волны. И вот этот момент ключевой. Что вам, взрослеющей после давления своей мамы, безусловно, непривычно. Что вы поступаете как-то не так, как она хочет. А вашей маме непривычно, что вы ей перечите. Потому что она, она ожидала, что вы во всем будете ее слушаться. Вы обе оказались в нестандартной ситуации для себя. В новой ситуации, когда вы не знаете, как себя вести. Но ваша мама, в силу того, что она более опытная, более, как бы, ну, она старше вас, она более адаптированная. Она приняла решение, что в силу ее гордости, либо будет так, как хочется, либо вы уходите. То есть она вас отталкивает. И давайте смотреть дальше. Она ставит вам условия. Либо вы с ней, и делаете так, как хочет она, и она вас любит. Либо вы без нее, и она от вас отказывается. Фактически. Получается, ее любовь условная. Надо ли говорить, что любовь не может быть условной? Думаю, ответ ошибки. И потому получается так, что ваша мама стремилась сделать вас продолжением своего имиджа. Стремилась сделать вас продолжением своей публичности. И как только вы заявили о себе, она тут же вас оттолкнула. И поскольку жизнь вам, двигаться по этой жизни тоже вам, и только вам строить свое счастье. Вам строить свое будущее. Вам строить свою семью. В конце концов, вам быть матерью, то значит только и вам решать, что для вас лучше. Давать конкретный совет, уходить вам от нее или не уходить, было бы непрофессионально. Вы знаете своего молодого человека. Вы знаете, какой он. Как он к вам относится. Готов ли он стать отцом, и можете ли вы на него опереться. Если да, то и для вас, и для вашего ребенка будет лучше, если вы будете с ним, с отцом, с ребенком. Без мамы, которая стремится вас подчинить и поднять под себя. Если вы не уверены в молодом человеке, не уверены в том, что вы делаете, то есть вот вы говорите, что вы переоценили себя, переоценка, если переоценка есть вследствие жертвования ради ребенка. В таком случае надо подумать, а не будете ли вы ненавидеть ребенка из-за того, что, по сути, перечеркнули свое будущее? Не будете ли вы ненавидеть ребенка за то, что он послужил причиной раздора с вашей мамой? Если это все не так, то выход очевиден. По сути выбора, то у вас нет. Мама ведь практически уже выгнала вас тем, что сказала вам такие слова. И если вы поступите так, как вы считаете нужно, вы покажете своей маме, что вы взрослый человек, что вы сами принимаете решение, что вы отвечаете за свое решение, что вы несете за них ответственность. И маме придется считаться целью. Не сразу, постепенно, но ей придется принять, что вы живете своей жизнью. И спустя какое-то время вы, безусловно, сойдетесь вновь. Потому что вы никуда друг от друга в итоге не денетесь. Но сойдетесь уже как на равных, как полноправные партнеры, а не как дочь и мать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду вам очень благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи!